Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И не просто клеточные молекулярные сигнальные каскады запускаются в мозге, но и в целом организме. Вот это вот сегодня ключевое слово. Инсульт это, да, формально заболевание мозга, в принципе это заболевание целого организма. И так мы его и должны рассматривать. И все, что мы сегодня знаем об инсульте, все механизмы самые тонкие на уровне митохондрии, на уровне клеток, на всех уровнях, на уровне целого организма, это все мы знаем из экспериментов. И поэтому, учитывая то, что я сказала, что это заболевание все-таки целого организма, а не мозга просто. Мозг не существует вне целого организма. Мозг управляет целым организмом. И в связи с этим, конечно, моделирование на животных это единственный надежный и потенциально, опять ключевое слово, потенциально эффективный инструмент для того, чтобы мы поняли разноуровневые патологические механизмы этого заболевания. И вот здесь вот я как раз и перечислила все, что мы знаем о глобальных механизмах инсульта, с которыми мы хотим бороться. Это реперфузионные повреждения, это нарушение гематоэнцефалического барьера, глутаматная токсичность, окислительный стресс, нейровоспаление, дисфункция митохондрии, нарушение кальцио-гомеостаза, гибель нейронов, разные формы гибель нейронов. Все, что мы знаем, мы знаем из моделей. И вот я хочу напомнить, где находятся модели вот в этом так называемом эффективном цикле двунаправленной трансляции, когда от описания фенотипа болезни человека мы должны разработать доклиническую экспериментальную модель на животных, и на этой модели исследовать патофизиологию, и на этой модели тестировать лечение. Дальше мы должны передать наши данные на клиническое тестирование, валидировать их на пациентах, и дальше по мере того, как мы понимаем новые потенциальные механизмы, из клиники понимаем, которые мы хотим моделировать, мы эти циклы повторяем и можем повторять сколько угодно. Но вот, конечно, вот эта доклиническая экспериментальная модель, это в данном случае центральный пункт всей этой схемы, и мы к ней возвращаемся и возвращаемся, то есть, что я хочу сказать вот этим слайдом, что трансляция это не просто вот от рабочего стола к постели, как это принято говорить, да, это циклическая вещь и многократно повторяемая. Моделирование, конечно, совершенствуется с каждым годом. Конечно, более актуальные модели, более тонкие разрабатываются, экспериментальные дизайны экспериментов улучшаются, и мы очень рассчитываем иметь не только базис для понимания фундаментальных механизмов, но и, конечно, для нейропротекторных стратегий. И сотни соединений, если вы откроете любую базу данных, увидите статьи о том, что сотни соединений исследованы на разных моделях инсульта, и вроде бы как по существующим критериям исследовали как бы, и вещества показывали высокий нейропротекторный потенциал в эксперименте, в клинических испытаниях острого ишемического инсульта ни одно, я подчеркиваю, ни одно за 40 лет из этих соединений не подтвердило эффективность, которую предсказывали в эксперименте, я, конечно, имею в виду плацебо-контролируемые, нормальные, валидные испытания в клинике. И, собственно говоря, сегодня, если вы посмотрите эту литературу, так стон стоит, и люди обсуждают, а что же так, мы же так стараемся, мы же так имитируем инсульт, а почему же в клинике-то ничего не работает из того, что работает в эксперименте? И на самом деле есть такие уже хорошие голоса, что вообще модели на животных, может, не так и ценны для исследования инсульта и разработки средств для лечения инсульта и его последствий. И вот с этим мы сейчас с вами попробуем разобраться на том, что, в общем-то, у нас имеется в литературе. Но прежде чем начать, я хочу сказать вам, что думали о моделях. Люди очень умные, не читая нам с вами. И вот это вот три цитаты, которые я очень люблю, потому что мне кажется, что они кратко и остроумно говорят о самой сути того, с чем мы имеем дело. Первая цитата – это Джордж Бокс. Он считается одним из величайших статистиков 20 века. Он работал с моделями и говорил о том, что все модели являются приблизительными. По сути, все модели ошибочны, но некоторые полезны. Но всегда нужно помнить о приблизительном характере модели. Вот это то, что... Это правда. Это то, что мы должны иметь в виду. Всегда, когда говорим о моделировании какого-то состояния. Совершенно, конечно, чудное, остроумное изречение мексиканского физиолога Артура Розенблюта, который, в общем, знаменит прежде всего тем, что стояло у истоков кибернетики вместе с Норбертом Виннером и, в общем, основополагающие публикации у него именно с Виннером. Он говорил так. Лучшая материальная модель кошки – другая кошка. А еще лучше та же самая кошка. О чем это говорит? Нет идеальной модели. И последнее очень тоже симпатичное, мне кажется, изречение – это Манфрот Айген, который был в свое время лауреатом Нобелевской премии, говорил, что у теории есть только альтернатива быть верной или неправильной. А у модели есть третья возможность. Она может быть правильной, но нерелевантной. То есть бесполезной. И вот я думаю, что если мы вооружимся вот этими представлениями, будет просто понять, о чем я сейчас буду говорить. Вспомним про инсульт, который мы хотим моделировать. Большая часть инсультов – это ишемический инсульт, это нарушение проходимости артерии разного характера. Геморрагический инсульт, ну, меньше 20%, в среднем, в зависимости от когорта, конечно. Но в среднем меньше 20% – это разрыв сосуда и в головной мозг кровоизлияние. Кровоизлияние, он значительно более летальный. И, в общем, с ним, конечно, тоже моделирование делается. Разные варианты. Наиболее частые из частого. Эмболические, тромботические. И разные причины. Хотя одна причина одинаковая и для ишемического, и для геморрагического инсульта – это атеросклероз сосудов мозга. Вот здесь очень наглядно показано, как это все выглядит в мозге. Обратите внимание, что абсолютное большинство инсультов, и поэтому он здесь показан, происходит в бассейне средней мозговой артерии. При ишемическом инсульте мы имеем инфаркт, вот мертвую ткань. Мы имеем пенумбру, вот эту ишемическую полутень. Почему она важна? Потому что считается, что именно здесь и можно клетки еще спасти. И в результате либо сужения, либо эмболии средней мозговой артерии вот здесь этот инфаркт мозга и происходит. Ну а геморрагически – это внутримозговое кровоизлияние. Обычно в той же области, хотя, конечно, есть варианты, но чаще всего в области средней мозговой артерии – это разрыв сосуда или разрыв аневризма. Моделирование инсульта. Какие основные подходы? Вот я начинаю с тех, которые от нас далеки, по крайней мере, от темы лекций далеки, и начинаю с математических и физико-математических, которые, собственно, непосредственно с живым веществом дел не имеют. И как-то всегда мне казались отвлеченными, но, знаете, буквально в последние 5-10 лет в хороших клиниках вот эти вот системы уравнений, которые показывают состояние ткани мозга, состояние крови, ток крови на разных уровнях, они очень хорошо используются, и в клинике предсказывают прогноз инсульта, и в клинике дают очень объективные данные о тяжести инсульта. То есть просто, чтобы мы про них не забывали, эти модели не просто существуют, но в хороших клиниках они и работают. Дальше модели инвитера, которые на клеточных и тканевых культурах, которые на органеллах, и вот рассказывали про модели на митохондриях, модели на клетках, это очень известные модели, там, скажем, кислородно-глюкозная депривация. Чем они хороши? Они очень ценны для выяснения конкретных механизмов, но они, конечно, да, и, естественно, при скрининге, особенно high throughput, высокопроизводительном скрининге, они дают возможность установить первичные механизмы действия препарата. Но совершенно невозможно трансляция этих моделей на клинику, конечно, потому что это кусочек целого организма, и непонятно, как это будет работать в целом организме. И модели инвива на животных, которые позволяют оценивать эффекты и механизмы на уровне целого организма. Что вы можете сделать? Вы можете моделировать различные аспекты инсультов в клинике, вы можете моделировать патофизиологию, и вы можете моделировать молекулярные механизмы, исследовать их, по крайней мере. Это восстановление, это неврологические дефициты, это поведение, нарушение когнитивное, нарушение эмоциональное. Это различные периоды инсульта, обратите внимание, что эти модели имеют все-таки временное измерение. И, конечно, это доклиника лекарственных препаратов совершенно разного назначения. Например, нейропротекторов, антикоагулянтов, как здесь указано. И вы можете, что самое ценное, оценить эффект на уровне целого организма. Считается, что у этих моделей очень высокий трансляционный потенциал. Однако, как я уже говорила, в этих экспериментах именно инвива были выявлены нейропротекторные свойства у десятков препаратов, но за 40 лет фазу третью клинических испытаний не преодолел ни один, а абсолютное большинство не преодолело и первую фазу клинических испытаний. И вот наша с вами задача сегодня понять, почему и думать, куда двигаться дальше. Мы начнем с животных. Мы потом к ним вернемся. Но вот сейчас на каких животных вы можете моделировать инсульт инвив? Ну, очевидная история. Мелкие грузуны, мыши-крысы. Чем они хороши? Они млекопитающие все-таки, как мы. Они относительно дешевы. У них большой репертуар поведения. У них есть поведенческие дефициты. И вы можете играть с трансгенными линиями. Я потом покажу, почему это важно. Ну, вот здесь еще притулилась монгольская песчанка, которую довольно много использовали раньше. Но в связи с тем, что у нее практически не работает велизия в круг, на ней вы не можете исследовать модели инсульта, но можете исследовать модели глобальной ишеми. А это другая задача. Следующий объект. Значит, рыбки. Пресноводные рыбки маленькие. Ну, прям прелесть, какой объект. Поэтому его все любят. И исследуют все. Инсульты на этих рыбках. И черепно-мозговая травма на этих рыбках. Все-все-все. Чем они хороши? Они позвоночные, они дешевые. Их очень просто разводить. Их можно много развести. У них короткий жизненный цикл. Какое-то поведение относительно, ну, относительно поведения млекопитающих, конечно, очень убого, но все-таки. Вы можете исследовать. У них полностью изучен геном. Создаются трансгенные животные. Все отлично. Только мозг рыбы и мозг человека совершенно несовместимы. Опять, я бы сказала, что вот этот объект, да, он как-то по значимости, по валидности, он между инвиловскими и инвитровскими моделями стоит. Но еще раз, определенные механизмы, какие-то достаточно ограниченные, на нем очень удобно исследовать. Или какие-то лекарственные препараты. Правда, никто не говорит, что потом на теплокровных животных эти препараты будут работать. Крупные животные. Конечно, крупные животные, как правило, ну, ближе к нам. Первое крупное животное, на котором стали моделировать инсульт, это был кролик. Но раньше вообще кролики в большом объеме использовались в экспериментах. С кроликом проблема, да, особенно с поведением, он как-то малоподвижный. Потом стали использовать кошек и собак. Собак используют до сих пор, кошек не используют, но вообще используют мало в связи с этическими, понятно, нормами. Потом подключили овец. С овцами тоже в определенных ситуациях моделируют инсульт. Но самым близким к человеку животным, как и ожидалось, оказалась свинья. Это было известно давно. И касался это не только метаболизма. Метаболизм свиньи вообще очень близок к метаболизму человека по многим показателям. Ну и вот сейчас мы чуть позже увидим, что и по показателям мозга тоже свинья близка к человеку. Ну и поняв это, вывели несколько пород мини-свиньи. И в частности, вот это вот симпатичное животное, это юкатанская мини-свинья биомедицинского назначения. Но, конечно, ближе всего к человеку приматы. Ну, мы, конечно, из этических соображений не говорим об экспериментах на человекообразных приматах. Я не знаю, кто даст разрешение на такие исследования. Но не человекообразные приматы используются. И, конечно, это животное, которое ближе к человеку и используется. Да, я чуть позже покажу этих животных. Сейчас у нас идет вот общий обзор. Значит, какие же модели инсульта на животных? Ну вот эта вот голубая колонка, это глобальный ишемей, она не имеет к нам сегодня отношения. Вот здесь, кстати, песчанки прекрасно работают на окклюзии четырех и двух артерий. Но если вы посмотрите, смотрите, какие модели. Декапитация, остановка сердца. То есть вы просто лишаете мозг крови. То есть это моделирование не инсульта, а это, в общем, хорошие модели для реаниматологов, которые вытаскивают людей после остановки сердца. А вот если речь идет об инсульте, то есть это фокальное поражение мозга. Ну, геморрагический инсульт, мы знаем, что это внутримозговое кровоизлияние. И что вы можете сделать? Либо ввести аутологичную кровь, либо разрушить сосуд, чтобы он эту кровь выпустил в ткань. И это вот, например, введением коллагеназа. Ввели в сосуд коллагеназа, он разрушился, кровь попала в ткань. А вот самые для нас, конечно, близкие, интересные, и, наверное, больше 90% исследований, которые ведутся в моделях инсульта, это ишемический инсульт, собственно, и школа про ишемию. Это фокальная ишемия мозга. И мы здесь тоже можем разделить, сразу сказать, что есть сложная операция с краниотомией. Это все равно, как правило, в бассейне среднемозговой артерии, но и других сосудов. Здесь я хочу обратить ваше внимание просто, что, ну, конечно, не все инсульты у человека в бассейне среднемозговой артерии, но большинство. А понятно, что когда есть запросы из клиники, значит, в большинстве исследований именно в бассейне среднемозговой и будут моделировать. Но это тяжелые эксперименты с тяжелой хирургической операцией, с краниотомией. А вот эта вот колонка, тени в красной оборчике, это как раз самые популярные модели инсульта. Они без краниотомии. И прежде всего это окклюзия среднемозговой артерии интралюминальным, то есть внутрисосудистым филаментом. Далее это модели эмболии, как правило, среднемозговой артерии, искусственная эмбола или введение сгустка крови, но внутрь артерии. Или сужение сосуда за счет введения эндотелина. Отдельно стоит вот этот вот последний, вы, наверное, знаете тоже про эту модель, она очень популярна, фототромбоз, когда вы вводите в сосуд краситель, он активируется светом, активируются тромбоциты, и вы получаете тромбоз очень небольшой части мозга. Я о нем тоже чуть позже скажу. А вот, конечно, золотым стандартом сегодня является окклюзия интерлюминальным филаментом, причем на всех животных. Это и грызуны, ну, понятно, не рыбки, да, там непонятно, куда басовать этот филамент. Значит, это и грызуны, и это и крупные животные, и это и не человекообразные приматы. Вот здесь как раз, раз это золотой стандарт, вот мы здесь видим, вот бассейн среднемозговой артерии, а вот это вот очень интересная картинка, здесь показано, как вводится филамент. Обратите внимание на эту надпись, она нам еще понадобится. Интралюминальный филамент и эмболия, и лонга, и каизумия. Лонга и каизумия – это авторы первых и классических сегодня моделей введения интералюминального филамента окклюзии среднемозговой артерии. Вот обратите внимание на вот эту свалку, что они считают, авторы этой работы, и, к сожалению, большинство исследователей в этой области, это все одно. Ну, взяли, заткнули среднемозговую артерию, ну и результат, значит, будет одинаковый. Я вам постараюсь доказать, что это не так. Ну, есть варианты электрокоагуляции, есть варианты введения эндотелина разного рода, микроинъекции или просто на поверхность мозга, и введение тромбина, и все это в бассейне среднемозговой артерии, чтобы имитировать разные инсульты. Вот окклюзия среднемозговой артерии, вот наш золотой стандарт. Вот такую картинку обычно рисуют. Вот это филамент, который воткнули через внешнюю сонную артерию, ввели в среднемозговую. А потом оказывается, что под одну гребенку гребут разные операции. Посмотрите, вот у вас здесь филамент, вот у вас филамент, и вот у вас филамент. То есть разные авторы модифицируют по-своему и считают, что это все равно моделируется совершенно одинаково. Инсульт. Дальше что начинается? Начинается сравнение данных разных лабораторий, которые использовали разные модели, а считается, что все одно. Ну и здесь просто для интереса, кто этого сам не делал, я показала, как устроено рабочее место при операции. Кстати, достаточно легкая операция. Вот у вас здесь аппарат для наркоза, бинокуляр, под которым операция. Вот этот вот коврик, которым стабилизирует температуру животного. На этом коврике лежит животное. Ну и всякая мелочевка. Вот это вот инструментарий, который нужен. Каким образом визуализируют повреждение мозга и неврологического дефицита после вот такой вот окклюзии среднемозговой артерии? У грозунов. Значит, мы смотрим самое популярное. Ведь смотрите, чем больше исследований проведено, тем больше данных получено и тем больше их вошло в наш этот базис. Поэтому мы смотрим сейчас на самое популярное. Вот здесь вы видите окраску гемотоксилина и азином в зоне инфаркта. Это вот свежий инфаркт. И это нормальная ткань. Вы видите вот эти вот нейроны с маленьким ядром, такие кругленькие, румяненькие, симпатичные. А вот эти вот морковки, ишемические типичные морковки, которые вы видите, ну, всегда, какой бы ни была ишемия, всегда начинается с этого. Потом мы, к сожалению, не можем дважды зарезать животное. И до конца непонятно, все они погибнут или нет. Но если мы смотрим группы, то мы прикидываем, что большинство из них погибнет. Но говорят, что такие нейроны можно спасти. А вот смотрите, вот у этого животного, у этого грызуна, это же окраска гемотоксилина и азин. Смотрите, какой у них огромный инсульт. Вы видите? Полмозга инсульт. А это то же самое, очень популярный краситель, его все используют, ТТС. Это митохондриальный краситель. Вот там, где есть митохондрия, этот краситель будет преобразован и окрасится в красное. А где нет митохондрии, то есть мертвая зона, вот он белый, сразу видно. А это магниторезонансный имиджинг. Вы видите разные подходы, разные протоколы, но вы все равно видите вот этот огромный, огромный инфаркт мозга. Как дефициты исследуют? Ну, десятки, десятки, десятки способов исследовать дефицит. Это и вот здесь вот представлена сужающаяся дорожка или вот это sticky label. В чем суть? Что вы хотите посмотреть? Вы хотите посмотреть, как действуют конечности, как животное может передвигаться и действовать. То есть, ну, не свалится ли оно при сужении дорожки, например, и сможет ли само вот эту липучку отклеить другой лапой, если вы ее приклеили. Ну, здесь я просто хочу сказать, что они действительно довольно времяемкие и отвлекают, и поэтому мы в свое время уже сколько, ау, господи, уже 20 лет назад придумали такой тест. Собственно, мы его не придумали, но мы его довели до ума, который называется тест вытягивания языка. Ну, вот вы знаете, что при инсульте у людей, когда затронуты определенные зоны неокортекса, проблемы с речью. Почему проблемы с речью? Потому что язык плохо двигается, и человек не может управлять языком. Ну, вот то же самое крыса-то вам не скажет слов, но исходя из того, что крыса языком может что-то вылезать, исходя из того, что крыса очень любит арахисовое масло, что мы делаем? Мы просто в цилиндр наливаем арахисовое масло под завязку, ставим на ночь в клетку, а утром приходит студент или лаборант и в миллиметрах измеряет, сколько крыса вылезла. Вот это вот значит настолько она может вытянуть язык, это называется танк протружен, вытягивание языка, которое в нашей лаборатории остряки зовут протруживание языка. Вот очень рекомендую, он действительно очень простой, и он, собственно, вот в этой старой статье мы показали корреляции с объемом инсульта и с другими поведенческими нарушениями. Значит, ну вот здесь показано эмболический инсульт, это тоже окклюзия среднемозговой артерии, только макросферой, вот здесь даже этот вот мозг снизу вы видите, да, как эта макросфера она видна, вот здесь вот схема операции, вот что вы видите через три недели после такой операции, МРТ. МРТ срезы от растрального к удальному, а рядом гемотоксилиный азин. Вот то, что мы видели на предыдущем слайде, и вот вы видите, что вот этим старинным окрашиванием гистохимическим гемотоксилиный азином, что новомодным МРТ, вы видите, на самом деле то же самое. Вот видите, вот идут от растрального к удальному отделу уменьшение объема инсульта, но инсульт, конечно, огромный. А вот здесь вы видите позитронную эмиссионную томографию данные, вы видите нейровоспаление в переинфарктной зоне, но если вы просто сделаете иммуногистохимию на микроглию, как вот здесь, на таком же срезе, вы видите то же самое. Вот так вот вы видите повреждения в моделях. Но это страшная таблица, ее не нужно, конечно, все читать, про каждую модель, ее преимущества и ее недостатки, но мы смотрим только наш золотой стандарт введения интралюминального филамента. Это, она, конечно, воспроизводимая, вы можете делать краткую ишемию, длительную ишемию, перманентную ишемию, вы можете реперфузию проконтролировать. Она не сложная, вы не вскрываете череп. Это наш золотой стандарт, но вы не можете визуализировать окклюзию средней мозговой артерии. По крайней мере, вы не можете сделать это оперативно. Большой объем инфаркта, я вам показывала такой объем инфаркта, у людей это называется злокачественный инфаркт, и, конечно, с таким инфарктом человек не выживет, а крыса выживает, хотя смертность тоже высокая, иногда бывает до 50% от крыс зависит. От филамента зависит воспроизводимость, ну, любая биология, которая делается руками, это искусство, здесь, конечно, филамент подбирается, и вот сегодня большим недостатком является то, что мы не можем исследовать тромболизис с помощью этой модели, потому что это не тромботическая модель, но это, в общем, одно из наиболее прогрессивных направлений в лечении инсульта. Но я вот сейчас хочу обратить ваше внимание вот на этот вот фотохимический, на фотохимическую ишемию фототромбоз, которая очень хороша, она воспроизводимая, она малоинвазивная, и что очень важно, она позволяет исследовать животных в свободном поведении. Но почему она совершенно невалидна для клиники? Потому что вы, с одной стороны, имеете то, что в клинике отсутствует, например, ранний вазогенный отек, в клинике такого нет, вы не имеете неврологических дефицитов, поскольку размер маленький, это нужно подбирать локализацию в тех областях мозга, которые вам явно дадут даже при маленьком повреждении неврологических дефицит, и что самое главное, нет пенумбры, нет этой полутени, на исследования которой направлены многие-многие исследования. Ну вот, мы возвращаемся к тому, какие же модели выбирать, как вообще выбрать модель, чтобы она была релевантна. И смотрим, сравниваем уже у крупных животных, которые, ну, ближе нам, конечно, чем грузуны, и уж тем более, чем рыбки, рырю, мы смотрим долю белого вещества. Доля белого вещества говорит об определенных аналогиях в строении мозга, и мы видим, что овцы и собаки, например, доля этого белого вещества небольшая, а свинья, как я и говорила, свинья, наш, видимо, близкий родственник, похоже на то, свинья, примат и человек имеют большую долю белого вещества. Очень важное свойство мозга у животных, с которыми вы работаете, это их извилины. Вот это мозг крысы, это лисенцефальное так называемое животное, гладкий мозг, извилин мало, а это вот мозг иванского макака, который очень активно используют для моделирования инсульта, ну, конечно, в богатых, хороших лабораториях, где вы видите выраженные извилины. И вот если мы посмотрим не человекообразных приматов, то вот последние шесть, начиная с павиана, кончая макаками и мартышками, они все лисенцефальные животные, и это значит, что они в общем очень подходят для моделирования инсульта. И последнее, наверное, по свойствам мозга, это велизия в круг. Вы знаете, конечно, что есть такой артериальный круг, который расположен в основании мозга и который помогает компенсировать недостаточность кровоснабжения в других областях, поскольку из других он связан с другими сосудистыми бассейнами и между ними может перетекать кровь. Вот вы видите, как он устроен у человека, вы видите, что он очень похоже устроен у приматов, а наша любимая свинья, уж как она не близка, но по велизиевому кругу, к сожалению, она не очень нам близка, и овца тоже. Но вот удивительно собака, да, смотрите, у нее мало белого вещества, а велизиев круг у нее хороший, то есть к чему мы ведем-то, что нужно четко определять задачу моделирования, что именно мы хотим смоделировать, мы не можем смоделировать сразу весь инсульт в полном объеме, и выбирать животных и подходы, и модели, исходя из основной задачи. Ну вот здесь я в качестве примера просто привела, как выносится решение о том, еще раз, да, в хорошей лаборатории, где мало проблем с финансированием, которое может позволить себе купить и содержать крупных животных и делать на них хорошие работы на группах крупных животных. Значит, модели на собаках и на приматах для эндоваскулярных подходов очень хороши, но с доступностью животных проблемы, и особенно с этическим комитетом. Конечно, этические комитеты сейчас во всем мире на собах практически не разрешают работать. Вот, и конечно, нечеловекообразный примат, он самый к нам близкий из этого круга животных, но это дорого, это специалисты, и многие поэтому используют свиней овец, что дешевле, и этические комитеты скорее идут на разрешение, и общество не сопротивляется, и демонстрации под окнами лаборатории не проводят, как это часто бывает, когда идут исследования на обезьянах. Ну, а на первом этапе вы выбираете, вы видите вот этот дихотомический выбор, что вы хотите, патофизиологию или терапию, дальше, что вы хотите исследовать, перфузию, тромбоз, воспаление, нейропротекцию или тромболизис, и вот дальше идет такая дихотомия, в зависимости от модели вы выбираете, да, и задачи, вы выбираете животное. преимущество грызунов все-таки, да, линии, сейчас чуть позже мы скажем о том, почему на самом деле буксует трансляция, и там нас могут спасти линии животных, мы можем иметь различные линии, мы имеем огромную физиологическую информацию об этих животных, они дешевые, за ними простой уход, этические разрешения дают на раз, два, три, мы можем иметь трансгенных и нокаутных, трансгенных и нокаутных, на них очень просто делать окклюзию среднемозговой артерии с филаментом, конечно, посложнее на крупных животных, очень простая операция наркоз и мониторинг, я вам рабочее место показала, оно вполне себе простое, довольно стабильный объем инфаркта мозга и стабильные неврологические дефициты, почему? Почему? Потому что индивидуальность у крупных животных намного более выражена, чем у мелких грызудов, поэтому мы как бы их группируем, а здесь каждое животное, как каждый человек, оно индивидуально и их довольно сложно группировать. А с другой стороны, если мы посмотрим на преимущества у крупных животных, чем они лучше? Ну, физиология аналогична человеческим, факторы риска аналогичны человеческим, у многих, в частности, не человекообразных приматов, геронцефальный мозг, большой мозг, много белого вещества, большой диаметр сосудов, можно сделать хорошее сходство с инсультом человека, вообще люди пользуются человеческими инструментами, человеческим наркозом и человеческим мониторингом, дефициты и неврологические обследования похожи, патофизиология инсульта похожа, лекарства действуют так же практически как у человека и поскольку для человека структурный функциональный имиджинг сегодня все вот эти вот варианты томографии отлично разработаны, они прекрасно работают на вот этих вот крупных животных, особенно на приматах. и вот давайте мы уже подходим к ответам на вопросы, которые были заданы в заголовке. Ну, ожидания я рассказала, откуда у нас эти были ожидания, сказала, что ожидания, к сожалению, абсолютно ничем не подтверждаются. Почему? Вот, почему плохо осуществляется то, что мы ожидали, вот эта трансляция в клинику? Как мы не стараемся? И вот здесь несколько причин. у человека объем инфаркта мозга при ишемическом инсульте от 3 до 13 процентов. Ну, вы видели объем объем у крыс, у мышей, я вам показала, разными методами визуализированный до 50 процентов. А это злокачественный инсульт человек, после которого, как правило, человек не выживает. То есть мы даже, мы не можем сделать даже вот этим золотым стандартом, нашим методом, мы не можем сделать объем инсульта, который бы соответствовал человечеству. Очень важные два пункта. Мы всегда оперируем под наркозом. Мы не можем оперировать без наркоза, но люди, которых привозят в больницу с инсультом, под наркозом не были. А вот те анестетики, которые мы используем для наркоза, они нейропротекторы. И это показано в многочисленных работах. То есть что получается? Мы производим инсульт у животного на фоне нейропротекции уже. И чего мы тогда хотим? Какой трансляции мы хотим? Принципиально важно, что факторы риска инсульта в абсолютном большинстве исследований не учитываются. Ведь кто такие пациенты с инсультом, которые поступают в клинику? Это нездоровые молодые самцы. Кстати, как правило, работают на самцах, поскольку с ними работать проще, а с самками вообще инсульт тому самок другой получается. Но главное, что это люди все-таки не молодые, и это люди, которые имеют факторы риска ишемических нарушений. Они пожилые, это, как правило, гипертоники, это люди, которые имеют атеросклероз, гиперхолестериномию, очень многие имеют сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы, курение, которое, кстати, тоже очень смешно моделируется, можно его смоделировать, ну и генетическая предрасположенность. и опять возьмите работы 99,9 не учитывает вот это. То есть, мы как бы искусственно делаем инфаркт мозга у молодых здоровых животных. А дальше ждем, что исследуем препарат, и он в клинике заработает на пожилых гипертониках с гиперхолестериномией и сахарным диабетом. Итак, вот первый ответ. Мы не учитываем факторы риска и сопутствующие заболевания. Именно потому, что молодые, взрослые, животные, самцы это наш основной материал. И я хочу напомнить, что происходит при старении. Все вы знаете, но просто в контексте данной темы. Хроническое воспаление, даже сейчас термин есть, воспаление за счет старости, инфламейджинг, снижается иммунная функция, снижается резистентность к действию стрессорных факторов. Пожилой мозг более чувствительен к окислительному стрессу. Метахондриальная дисфункция много описана, изучена при старении. И вот все это вместе с диабетом, ожирением, гиперлипидемией повышает уязвимость мозга к ишемическому повреждению. Почему в доклинике этого практически не делают? Не проблема, это можно сделать. Мы можем смоделировать и гипертонию, диабет, ожирение, гиперлипидемию, уж тем более состарить животных. Но затраты становятся такими, и отход животных, выживаемость настолько маленькая становится, что мало кто может это потянуть. Вот я здесь пишу, что в итоге стоимость таких экспериментов в несколько раз выше, чем исследования на молодых животных. По-хорошему, я могу сказать, на порядок выше, если работать так, как надо. Следующий фактор. Инсульт у человека, и это показано, и это исследуется, и мы это тоже исследуем, это очень важно для того, как будет протекать инсульт, сопряжен с тяжелым психологическим и физическим стрессом. И этот фактор совсем не учитывается в доклинических исследованиях. Я знаю две или три работы, где как-то стрессировали животных перед исследованием, но вы же понимаете, что стрессы бывают разные, а как сделать так, чтобы этот стресс был как-то похож на то, что испытывают люди перед инсультом, когда на фоне стресса развивается инсульт. Это очень большая проблема, проблему, которую не решить. И сейчас я сделаю маленький экскурс перед тем, как закончить сопредельную тему, чтобы потом вырулить на важность очень тщательного моделирования, главное, понимание того, чего ты моделируешь. Вот, но несколько лет назад мы такой вот стали разрабатывать гипотезу о том, что является основой постинсультных отложенных расстройств. вы же знаете, что после инсульта существенная часть пациентов страдает когнитивным снижением и эмоциональными расстройствами, это обычно депрессивные расстройства, и очень часто они коморбидные вместе. И вот очень похоже, что они совсем не связаны с первичным инсультом, с первичным инфарктом мозга, они не зависят от его объема, почти не зависят от его локализации, но связаны со вторичным повреждением гиппокампа. Гиппокамп, я напомню, гиппокамп у нас с вами это область старой коры, которая отвечает с одной стороны за обучение память, с другой стороны за эмоции, за счет нервных сетей, в которых дорсальная и вентральная часть гиппокампа функционирует. Где-то с фронтальной корой и это когнитивная часть, так называемая когнитивная сеть и там, где с амигдалой и гипоталамусом, там у нас, конечно, регуляция эмоционального состояния и в частности стресс-реактивность и выбросы из надпочечников глюкокортикоидов, кортизола у человека и кортикостерона у животных, у грызунов, по крайней мере. Значит, что мы предполагаем? Мы предполагаем и доказываем это в клинике и в экспериментах и у нас есть достаточно много свидетельств других авторов из клиники, что инсульт, ну вообще любое фокальное повреждение, вы видите здесь еще черепно-мозговая травма, они, да, они вызывают фокальное повреждение мозга, но и мощность, рессорный ответ организма, еще раз, это показано в клинике. Гипоталаму, гипофизарно-надпочечниковая ось отвечает выбросом глюкокортикоидов, кортизола, кортикостерона, которые связываются с соответствующими рецепторами в гиппокампе, в дарсальном и вентральном, тоже это связывание показано, и результатом такого связывания является нейровоспаление, нейродегенерация, и напомню, что гиппокамп это у нас основная нейрогенная ниша организма, то есть нейрогенез, генерация новых нейронов, пожизненное происходит именно там, и вот все это на бедный гиппокамп наваливается, а он вообще известен тем, что селективно чувствительен к любым стрессорным воздействиям. Если будет вопрос, я стараюсь объяснить, почему бы это в эволюции так возникло. Итак, результатом вот такого стрессорного ответа является функциональное и структурное нарушение гиппокампа, и гиппокамп отвечает за развитие когнитивных расстройств, депрессии, тревожности, ну и эпилепсии, тоже височные эпилепсии, которые представляют собой большую часть всей эпилепсии у взрослых, особенно эпилепсии, которая развивается после фокальных повреждений мозга. Вот, вот это такой экскурс, сейчас вы поймете для чего. Значит, и вот сейчас я постараюсь вам доказать, что если вы используете модель одного типа, наш золотой стандарт, окклюзия среднемозговой артерии, которые мелкими деталями операции различаются, не обязательно идентичен будет результат, и это с одной стороны печалька, конечно, а с другой стороны я покажу, как вот из этой печали вырастают модели, ну, которые могут работать на персонализированную медицину. Что известно из клиники, мы, собственно, эти данные собрали, вот, описали в обзоре, сравнили клинику и эксперимент. Действительно, в том случае, если у больного очень повышен уровень кортизола, это очень нехороший прогноз на то, что с ним будет после инсульта, а самое главное, что острое повышение кортизола у больного это большой фактор риска для развития когнитивных расстройств последующих и депрессивных расстройств. И это связано с тем самым, вот как я показывала на прошлом слайде, дистантным, вторичным по отношению к первичному очагу в коре повреждению гиппокампа. То есть, мы имеем данные из эксперимента и даже уже из клиники, которые ложатся в эту концепцию. И вот теперь мы с вами возвращаемся к нашим моделям. Помните, там и каизуми, и лонга, и сгустки, там и все было, да? Главное, что это окклюзия среднемозговой артерии. Вот мы взяли, тоже будут вопросы, с чего бы нам это делать, расскажу, это отдельная смешная история. Мы взяли вот эти две самые популярные модели, модель каизуми 1986 года, модель лонга, окклюзия среднемозговой артерии. Вот посмотрите вот сюда. Вот здесь все этапы операции, все то, что мы изменяем, прорисовано. Как бы получается, что заткнут один и тот же кусок среднемозговой артерии, как бы мы вошли через внешнюю сонную и перекрыли еще внутреннюю сонную. Но после того, как вы снимаете одну из лигатур или вынимаете филамент, оказывается, что вот эта модель лонга, модифицированной каизуми, очень популярная модель, эта модель лонга имеет более качественную реперфузию, чем вот эта модель. Здесь просто из-за маленьких деталей операции, которые все считают абсолютно неважными, здесь просто похуже реперфузия у этих животных. И вот мы сравнили эти модели, я не буду вам показывать сыры данные, потому что их много, а покажу результат. Вот мы сравнили, это одни руки, одни и те же экспериментаторы, просто две модели. Объем инфаркта мозга одинаковый, динамика неврологического дефицита одинаковая, выживаемость одинаковая, а дальше мы померили кортикостерон в крови в острой фазе. Он повышен у коизуми, там, где похуже реперфузия, и нормальный в модели лонга. И оказалось, что в лимбических структурах, и прежде всего в гиппокампе, фронтальной коре, этот кортикостерон, который выбросился в кровь, он аккумулируется и взаимодействует с рецепторами, и запускает, видимо, не вполне симпатичные вещи, потому что мы видим нейровоспаление, по крайней мере, мы видим активацию микроглии и аккумуляцию цитокинов, прежде всего, интерлекина первого бета, и мы делаем вывод, и сейчас над этим работаем, что вероятность отдаленных постинсультных нарушений поведения, вот она, конечно, выше здесь. То есть, что мы получили? Мы на сравнении этих моделей получили модели шимического инсульта, то есть, доказали, что модель коизумия это модель шимического инсульта с гиперкортизолами и то, что мы видим в клинике участия больных, и вторичным кортекстероид зависимым повреждением гиппокампа, который ассоциирован с нейровоспалением. Таким образом, вот особенность хирургической операции, окклюзии среднемозговой артерии, могут определять состояние нейрогуморальной системы и вторичное повреждение мозга. Я не могу вам объяснить этот механизм, но вот это то, что мы получили, и можно считать, что это счастливая случайность, но сейчас, по крайней мере, мы имеем две модели, и сегодня, если нужно исследовать лекарственные препараты, конечно, нужно использовать эти две модели параллельно, и тогда мы будем знать, кому в клинике, скорее всего, эти препараты будут показаны. Второй и последний вопрос, извините, ответ на вопрос о том, почему осуществляется трансляция данных до клиники в клинику очень плохо при инсульте, это проблемы самой трансляции. То есть, исследования на моделях инсульта и трансляция в клинических испытаниях, они неадекватны. Почему? Потому что в клинических испытаниях сложно проконтролировать так непрерывно состояние, как мы контролируем у животных. Ишемия мозга, вот теперь смотрите, какая интересная история. Вот у животных она более гетерогенная, чем у людей, уже в исследованиях. Почему? Да потому что людей много, и мы можем по протоколу эксперимента отбирать людей только с определенным объемом инсульта в определенной области. То есть, как ни смешно, мы можем получить более гомогенную когорту людей, чем животных. Реперфузия. У нас стабильная реперфузия, мы ее можем контролировать. Мы не контролируем реперфузию у людей. Физиологический параметр. Да мы же их стабилизируем, конечно. Сами их стабилизируем. Если что, подколем. А у людей такого наблюдения нет. Очень важно, поскольку для скрининга препаратов используются эти модели очень активно. Мы что, долго вводим препараты? Да нет. А у людей надо пожизненно. Мы даже не можем сравнивать вот эти сроки введения препаратов. Дозы, продолжительность введения препарата. Мы задаем что-то себе непонятно из каких соображений в эксперименте. А в клинике мы смотрим по состоянию больных. И врач сам решает, как и сколько он будет эти препараты вводить. Период наблюдения. Мы не смотрим годами за животное. А у людей фоллоу-ап ну вот максимально что я видела при исследованиях инсульта это 20 лет. А уж ну золотой стандарт 2 года обязательно. Число испытуемых. И тоже смешно. Вот так ведь сразу не подумаешь. Мы не можем взять столько животных сколько у нас есть людей. Поскольку болеют много если вы работаете с крупной больницей вы знаете что тысячи человек в год проходят и из них можно отобрать когорты сотни и сотни человек которые сложатся в тысячу за несколько лет. Вот то есть мы не можем транслировать вот так вот просто эксперимент даже самый хороший даже самый красивый в клинику. И вот еще я специально обращаю внимание что мы по-разному вводим препараты человек пьет таблетку например а животному колют в брюхо человеку колют в вену или ставят капельницу а животному ну в крайнем случае уколют в вену а то в основном брюхо. И вот мы выходим с вами на финиш какие же есть перспективы у нас моделирования на животных ну значит что плохо что мы не можем имитировать все аспекты человеческого инсульта которые гетерогенные которые сложные на одной животной модели то есть у нас нет универсальной идеальной модели но мы обязаны проводить моделирование потому что мы должны исследовать механизмы патогенеза мы должны делать доклинику препаратов и самое главное модель выбирать на основе задачи исследования выдавать рабочую гипотезу не начинать исследование без рабочей гипотезы которую вы хотите проверить как только вы начинаете проверять рабочую гипотезу вы сразу понимаете какие экспериментальные условия у вас должны быть и тогда трансляционный потенциал вашего моделирования несомненно будет повышен как усовершенствовать использование моделей которые воспроизводят патофизиологию инсульта у человека а значит и факторы риска дозы время способы лечения то есть очень аккуратно к этому относиться разработка моделей инсульта на стареющих животных на животных с сопутствующими заболеваниями уже на на ранних стадиях разработки лекарств потому что они могут не работать например на диабетиков и вы уже будете знать что эта группа будет исключена и нужно ли вам вообще дальше это лекарство разрабатывать и это тоже будет способствовать успеху в клинических испытаниях собственно говоря на этом я и закончу большое спасибо вам за внимание большое спасибо за ваш доклад было безумно интересно вы кажется упоминали что при моделировании инсульта не учитываются такие моменты как психологический стресс на сегодняшний момент на каком примерно уровне находится моделирование стрессовых состояний депрессии например и такого расстройства огромное спасибо за вопрос я этим занимаюсь последние 20 лет и 20 лет назад я бы вам сказала что на отличном прямо на суперском сейчас я вам скажу на кошмарном потому что мы думаем за животных и вместо расширенного ответа на этот вопрос я вам отвечу только одно вот когда ставится диагноз депрессии у людей это там 5 или 6 каких-то признаков которые должны быть у одного человека несколько из них чтобы поставили депрессию чтобы по шкалам он вышел на уровень депрессивный значит например суицидальные мысли сознание своей ненужности неудовлетворенность своим существованием то есть вы не можете у крыс спросить а не хочешь ли ты суицидальную попытку произвести то есть я просто хочу сразу сказать что все что мы додумываем за животных это в основном как мне теперь кажется и кстати с этим тоже трудности трансляции связаны да это наше измышление но есть одна маленькая зацепка признаком депрессии у человека одним из признаков депрессии является ангидония то есть когда ничего не хочется ничего не вкусно и вообще жизнь загублена вы знаете у крыс удается моделировать ангидонию потому что они любят сладенькое и вот когда вы животному даете в клетку две поилки в одном раствор сахарозы а в другом вода считается что чем меньше животное лижет эту сахарозу тем более оно депрессивное ему же даже сладкого не хочется вот чтобы вы поняли ответ на этот вопрос на таком уровне у нас аналогия поняла большое спасибо спасибо есть ли у нас еще вопросы может быть выйти тогда сюда чтобы было видно Наталье Валерьевне задающий вопрос я увижу оттуда я увижу добрый день Наталья Валерьевна большое спасибо слышно да да шемический инсульт это в основном возраст зависимое заболевание как вы считаете вообще в принципе достижима ли нейропротекция старческого мозга вот эта задача вы знаете я сейчас скажу сугубо теоретически как я представляю я считаю что да потому что старческий мозг кстати вот только недавно очень интересная прошла статья о том что в старческом мозге обнаруживаются очень устойчивые популяции нейронов вы же понимаете что любая патология либо нормальное старение это проявление каких-то ну условно патологических черт если мы можем сказать это старение и одновременные адаптивные события да ведь в чем вот проблема медицины современной в том что лечат то что считается ненормальным а существенная часть того что лечат это адаптивные события и вот старческий мозг есть много данных о том что там есть нейроны более адаптированные и поэтому нейропротекция конечно она там будет работать может быть еще и лучше более эффективно относительно базиса чем в молодом мозге спасибо спасибо давайте еще вопрос я не пойду туда в центр Наталья Варянин спасибо большое Дмитрий Борисович я задам сложный вопрос я не легала митохондрии в смысле в смысле модели я просто говорила что они не транслируются так прям я про модель сложный вопрос этически неправильный вопрос я вчера читал лекцию и рассказывал о том как заглянув в анаэробный мир можно взять те приобретения которые анаэробные организмы заимели в процессе эволюции использовать их в нашем аэробном мире я хочу задать вопрос примерно такого же типа опять же этически неправильно вот нельзя ли человека направить пустить в направлении изменения его мозга в направлении того животного у которого вообще частота инсультов мала есть такие животные есть и не потому что у него атеросклероза меньше а потому что анатомическое строение другое вопрос есть ли такие животные скажем там тот же самый голод земляков спасибо спасибо я думаю что это очень хорошая идея которая просто нуждается в проработке но насчет насчет аэробных и анаэробных вещей может может быть это не совсем ответ на ваш вопрос но я хочу напомнить что является вообще лучшей тренировкой для устойчивости мозга да и вообще всего организма хоть легких хоть чего хотите это гипоксические тренировки и гипоксические тренировки интервальные когда вы запускаете по максимуму пусть интервально анаэробный метаболизм который адаптирует ваши системы и они становятся намного более устойчивы уже дальше к действию кислорода даже если это токсическая часть действия кислорода а за идею спасибо это суперская идея нужно просто сравнить метаболические и сигнальные каскады насколько они изучены в мозге вот того же головы землекопа и там скажем в человечестве из этого обязательно что-то может выйти я думаю что за такими идеями будущее потому что ну просто тупо приближаться по моделированию это ну немножечко все-таки тупиковая ситуация извините за 40 лет ни одного препарата ну это это чрезвычайная ситуация на мой взгляд спасибо спасибо